Шастра Гуру Атмарупи Апанара Джанана Так можно обрести истинное знание о своем обусловленном состоянии и о том, как достичь освобождения. Однопредная поделилась, что у нее такое разочарование немножко, что у нее там не получается с инициацией, вот, кого она медитировала и сказала, что ее не сможет принять, потом, на кого она там вроде как вдохновилась, тоже следующая медитация на иницирующего гуру он вообще практически не принимает, ну и как бы она немножко в таком расстройстве и говорит, ну я все равно буду практиковать, я люблю служить преданным, я все равно все буду делать, как бы, ну, говорит, ну, немножко, говорит, конечно, энтузиазм падает, говорит, я не знаю почему, и вот интересно, ну, почему вот Кришну он так вот устраивает, он хочет решимость увидеть и, ну, вообще, как этой предной, ну, осознать, ну, кого гуру принимать там, или, ну, вот, как говорят, ученик готов, и придет учитель, либо она еще не готова, ей надо очиститься, вот, ну, как вот ей быть, чтобы вот так, ну, не падать духом, что ли, вот, Харе Кришна. Да, требуется время, да. Шалаправпада, он, получается, 11 лет ждал посвящения, да, В 22-м году он встретил своего духовного учителя, он его принял практически сразу своим духовным учителем, но посвящение он получил только в 33-м году, то есть иногда требуется время очиститься, свои мотивы понять, для чего я хочу принять духовного учителя, разобраться хорошо, требуется, да, время. Есть приятные, которые 20 лет, что-то, 30 лет, чтобы получить посвящение. Это не та вещь, которая нужно сильно спешить, что я обязательно прямо сейчас должен принять, духовный учителем, мы должны продолжать служить, молиться, чтобы он показал нам, кто наш духовный учитель, придаться. Спасибо, Махараш. А вот еще вот, почему все-таки у некоторых получается, кто-то пришел и сразу через год, через два, а кто-то вот, ну вот, действительно, там 10-30 лет, это именно вот, чтобы вот это разобраться в себе, мотивы вот это, и кто-то уже разобрался в прошлых жизнях, и они сразу быстро получают, а кто-то нет? Дело в том, что сам момент посвящения, это еще не самое, главное, это только начало, да, то есть по-английски это называется initiation, initiation значит начало. А многие воспринимают, что это конец, думают, вот я получил посвящение, все, дело сделано. То есть многие несерьезно относятся к посвящению, они его быстро получают, но потом никакого духовного прогресса у них после этого не происходит. То есть они думают, что это цель получить посвящение, чтобы у меня было имя, и все, на этом все заканчивается. Это тоже неправильно, поэтому спешка в этом деле она не нужна, человек должен разобраться, для чего он это хочет, что-то ему может дать, и уже серьезно воспринимать посвящение. Поэтому, даже если кто-то очень быстро получил посвящение, но несерьезно к этому относится, какая в этом польза? Спасибо. 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 Спасибо.